всем привет с вами юля сегодня хочу снять видео по запросу моих подписчиков ну и вообще мне тоже будет само интересно сделать такое видео видео о всех моих начатых процессах у меня есть процессы которые вышиваются активно есть те которые были начаты и отложены ну и конечно же есть долгострои вот поэтому мне очень интересно тоже открыть это посмотреть давно хотела снять это видео но такие видео занимают очень много времени пока все найдешь достанешь и вот сегодня я решила решилась на это видео покажу вам все что как есть и заодно тоже посмотрю буду принимать какие-то решения хотя в принципе у меня уже есть некоторый план я когда вышиваю я периодически вспоминаю всех моих процессах и какой-то план пытаюсь себе всегда строить пусть он не получается но тем не менее что то как то я думаю о всех моих процессах и так хочу начать это видео с бисерной работы это образа в каменьях спиридон тремифутский вышиваю эту икону думала что в этом месяце начну и будет она вышиваться потихоньку но как вы видите меня процесс настолько захватил что в принципе работа движется уже к завершению но хотя здесь работы еще очень очень много здесь что я выполнила за последние дни я полностью закончила работу с трунцалом вот эти все завиточки меня вышиты полностью по кругу дальше нимб тоже было очень много работы и сложно было нарезать точно и выкладывать все вот эти вот лучики дальше шапочка над шапочкой я еще не закончила работать потому что здесь очень сложно работать с канителью трунцал для меня в принципе не составил какой-то особой сложности вот видите я уже тоже внутри медного цвета трунцал выложила и осталось мне выложить канитель которая у нас идет вот вот здесь вот шапочки в промежутках между трунцал выкладывается канитель это такой тоненький жгутик тоже его нужно растянуть но из-за того что он очень тоненький очень сложно выкладывать все вот эти вот повороты я несколько дней работу уже над шапочкой но с перерывом потому что устает глаза от сильного блеска поэтому по чуть-чуть потихонечку я выкладываю здесь этот жгутик также вчера я выполнила вот здесь вот где капельки тоже вот такой вот блестящая ниточка это у нас креник не написано было какого номера такие вот видите капельки здесь ниточкой и приступила к фону вот эти вот тоже крестики и сеточка вышивается креником ну по чуть-чуть вышивая потому что золотой ниткой вышивать сложно так вот буду вышивать этот фон потом не нужно завершить вот здесь ним пришить проволочку с бусинками много еще здесь украшение и потом уже буду вышивать все эти бусины бисерины вот здесь в одежде тоже канитель нужно выложить потом то вышиваю здесь бусинки в общем процесс очень увлекательный я думаю что это один из первых претендентов именно на завершение пусть не в этом месяце в следующем месяце но видите он у меня хорошо вышивается причем очень так непринужденно и легко интересно все эти материалы для меня в новинку и поэтому конечно я с огромным удовольствием берусь и вышиваю эту икону немножко вот так вот поиграем вам покажу этот блеск это сверкание сочетание структур сочетание разных материалов бусин бисерин такая красота здесь очень понравилось конечно что сказать хорошо все проработано схема четкая и прописано вот такой вот меня первый мой процесс который идет на завершение покажешь и по организации я уже показывал ну еще раз вам покажу вот все в пакете я буквально работаю здесь как бы по цветам беру определенные материалы и работаю только вот там либо золотой ниткой либо только струмсалом поэтому мне не нужно никаких контейнеров ничего все в пакете все в пакете повышевала и убрала вот это такой вот у нас первый процесс так второй процесс это у нас дизайн дименшенс в моем случае это вот сборка от магазина клубок желаний пониже чтобы вам было видно вот работа у меня как вы видите сейчас перешла на пяльца от нулги вышивала я ее на больших кюснапах все было удобно но сейчас уже поднимаясь вверх поэтому становится уже не очень удобно вышивать и поэтому я переставила на пяльца тем более мне здесь такой знаете вот кусочек краешек где моя ручка кусочек вот здесь вот краешек и здесь используется вот вышивка или полукрест в пять и пять сложений нить его разными цветами ведь это ко мне здесь ниточка припаркованная не до вышивала вчера и тяжело конечно протаскивать и поэтому я сейчас вот этот участок вышиваю на руках хочу дошить этот уголочек и дальше уже будут переставлять опять же пяльца чтобы дошивать уголки их всегда неудобно начинать вышивать вот и поэтому сейчас на пяльцах за за эти дни я вышила здесь бэкстич в основном работала с бэкстич чем очень его много но понятно это димэн шанс я вышиваю по бумажной схеме поэтому точно посчитать не могу но я думаю что больше тысячу стежков перерасчете да я точно сделала потому что вот здесь все бэкстич дерево вот эти деревья здесь выкладная нить и вот здесь окошки все какие-то здесь тоже подробности но сейчас мне закрывает пяльцами дом тоже там много подробностей вот здесь церквушка вот здесь домики вышивала бэкстич в общем бэкстич а здесь много очень много и особенно будет много вот здесь в дереве и бэкстич и выкладная нить ну вышиваю потихоньку и вот как только будет вышит какой-то участок и опять же буду сразу тоже вышивать бэкстич чтобы потом не было очень сложно к нему возвращаться вот перед вами сейчас вся работа то что вышито я открыла я думаю что у меня здесь около 65 процентов но так на глазок прикидываю большая часть работы вышита вы видите что получается очень красиво шикарная работа немножко я с ней сейчас притормаживаю потому что не то настроение лето сейчас хочется вышивать какие-то цветы что-то такое легкое ты вообще после того как нас отпустили с карантина вот в мае месяц получился вообще не вышивальный больше такой свободный в плане от вышивки мы гуляем мы встречаемся с друзьями и праздники и дни рождения в общем мы радуемся просто вот тому что мы сейчас у нас появилось немножко больше свободы даже не верится вот но и я все равно вышиваю потому что процесс непростой я хочу концу года его дошить поэтому по чуть-чуть по чуть-чуть пусть вышивается даже летом но если что останется на зиму конечно же быстро вышивается потому что уже будет другое настроение вот это тоже у меня активный процесс процесс номер два зимней радости в сборке от магазина клубок желаний и идем дальше еще один процесс который у меня начат был еще в 2017 году долго лежал и вот в этом году я к нему приступила буквально вот недавно поэтому показываю его как активный процесс это набор фирмы золотое руно на охоте размер работы 33 2 на 24 2 сантиметра 26 цветов ниточки модера вот такая картинка должна получиться и вот то что у меня уже есть на сегодня когда я вернулась к этому процессу у меня не было выше то вот всего этого участка если на эту фотографию я вставлю как выглядел процесс на начало моей работы и вот то что я повышевала уже в мае месяце здесь у меня практически половина работы готова вот осталось дошить тут совсем чуть-чуть не хватило у меня сил но тем не менее я рада вот таким хорошим продвижением половина работы практически готова получается посмотрите очень красиво реалистично мне прям понравилось вот эти вот лапки как смотрятся грудка у собачки все придается вот точно как на картинке и вот здесь у нас уже чуть-чуть носик появляется вот здесь уже ротик и вот это вот у нас носик будет конечно в этой части есть большое смешение цветов немножко было сложно какие-то участки посложнее какие-то полегче вот здесь сейчас зашиваю практически зашиваю пробелы попроще участок бык сейчас здесь нет все только крест есть бленды и чистые цвета вот надеюсь что в этом году смогу завершить эту работу хотела я прям в мае в июне ну не знаю что будет получаться уже как бы загад не бываешь богат как говорится но тем не менее я к не вернулась вышиваю есть уже хороший прогрессе вижу что я могу за пару дней здесь хорошо повышевать потому что все в две ниточки нет каких-то сложностей просто ну бленд бленд это не проблема выше да вот и самые такие сложные участки они у меня уже закончились практически это вот трава и вот тут вот лапы а дальше фон вышивается очень легко очень приятно мне прям нравится его вышивать вот ну что это третий процесс тоже активный процесс надеюсь в этом году он завершится и на перейдем к следующему процессу я сейчас запишу этот процесс в блокнот раз я уже снимаю видео не вот мой академий блокнот я решила сделать как говорится список и запишу здесь все мои начатые процессы на сегодня а какого на сегодня число сегодня 23 смотрела на календарь 23 мая 2021 года вот и поэтому сюда пишем зимние радости меньшинс золотое румно на охоте вот перепишу все все процессы и посмотрим в итоге конце видео сколько же у меня процессов на сегодня ну и будем обсуждать что с ними делать следующий процесс который у меня тоже в активных он хорошо вышивается в сп в игре в рулетке но в игре в рулетке он уже вышел ну теперь в сп это набор фирма джанлин 4 сезона птиц вот такие четыре окошко здесь у нас весна лето осень и зима прекрасные птички и что у меня есть на конве я в принципе вам недавно показывала больше здесь нет каких-то продвижений ну фильм говорю видео о процессах поэтому конечно же тоже покажу здесь я заменила основу на его от облик он 28 аккаунта и у меня здесь половина работы готова я вышила весну и лето два окошка посмотрите какая здесь у нас красота работа очень кропотливая сложная по крайней мере вот на начальном этапе мне действительно было очень сложно вышивать особенно весна мне дала здесь с огромным трудом я просто создавала какие-то усилия над собой чтобы сесть и начать вышивать вот эти маленькие здесь крестики эти три четвертые крестики это смешение часто смена нити мелкая схема сложная в общем хотя мне есть и схема в саге но там столько ошибок чем я и туда и сюда и и не знала как подступиться к этому дизайну хорошо что наша рулетка давала пинки как бы задание до куда деваться хотя бы минимум приходилось вышивать и вот так потихоньку потихоньку я вышел эту весну и вот когда я завершила весну бэкстич тогда я уже как бы приободрилась привыкла втянулась процессы знаете сейчас уже просто удивляюсь а как как мне было так сложно его вышивать вот это уже полегче вышивалась здесь тоже много бэкстича много разных деталей все яркая красивая сойка вот такая красота но и я в предвкушении от осени не знаю когда подступлюсь к осени потому что уже у меня там новый процесс в рулетке пойдет но это тоже буду вышивать буду как-то планировать находить время вышивать вообще шикарно получается так ярко миниатюрно превосходно ты прям очень хочу попробовать осень повышивать как будет вышиваться вот эта кормушка она почему-то выглядит как фонарь но это кормушка интересно листики может быть осенью вернусь к этой работе посмотрим как настроение в общем такой процесс следующий процесс тоже в общем-то из активных это у меня набор фирмы вербака яркие птиц посмотрите какая картинка должна получиться вот шикарная размер работы будет 23 на 29 сантиметров вышиваю все а нет не все по по набору здесь было и да я забыла я же заменила на лен лен пермин точно лен пермин но кам оставила тот же 14 и у меня здесь больше половины работы выше то смотрите больше половины я уже вышила здесь есть участки которые вышиваются легко а есть участки которые в общем-то такие скучные это вот такие цветочки бледненькие неприметные но здесь часто меняется нитка и вот в таких вот цветах тоже прям идет сильное смешение немножко скучновато вышивать как-то нудно вышивать эти участки а вот клетка к примеру вот такие цветы птицы вышиваются достаточно легко и интересно половина работы у меня уже выполнена здесь бэкстич вот на части так я выполнила вот птица часть еще не выполнила эти стежки бэкстича вот здесь вот здесь вот здесь но я хочу дошить клетку и уже потом все вместе сделать бэкстичем думала что в этом месяце я смогу завершить на месяц так сказать получился ма месяц у меня провальный на планы ну что уж будем дальше работать как идет так идет хотя бы чуть-чуть еще он был здесь нужно повышевать мае сделать прогресс сделать бэкстич чтобы на ее месяц осталось уже поменьше работы в принципе вышивается легко интересно все мне нравится такие птицы действительно яркие очень колоритные мне даже девочки присылали название этих птиц ну вот вылетела из головы вам сказать вот такая красивая работа у меня также есть моих активных процессах и так мы с вами посмотрели пять процессов идем дальше следующий процесс это опять же дизайн дименшинс сборки от кубка желаний дух волка всем известная вот такая индианка размер работы 28 на 36 сантиметров великолепный дизайн я не мечтала прям уже практически всю мою вышивальную жизнь я не мечтала но вот все как-то руки нет и ходили до этого дизайна и вот благодаря магазину все-таки чудо свершилось набор появился долго я затягивала со стартом вот старт состоялся несколько дней повышевал этот процесс легко вышивается с таким настроением такая схема четко и все так просто все так хорошо просто оторваться невозможно ну вот немножко перехватили инициативу другие процессы точнее рулетка дается дании поэтому отвлекаюсь но этот процесс он у меня любимых потому что здесь все легко просто получается эффектно ярко шикарно ну что сказать ну вы видите да все так идеально можно так сказать вот отличная передача цветов и приятная основа в общем по материалам здесь все все хорошо главное найти время и еще посидеть повышевать буду двигаться сделал здесь баксич уже есть баксич выполнила сразу чтобы не оставлять на потом и приду скорее всего влево до выполню угол закрою чтобы мне уже было интереснее продвигаться вверх здесь уже у нас лапка волчонка вот уже волосы девушки в общем все здесь легко и просто главное нужно собраться и вышить эту работу но я считаю тоже этот процесс активным потому что он у меня должен вышиваться до конца года потихоньку полегоньку я его тоже буду обязательно вышивать следующий процесс это дизайн лавандер энд лэйс ангел мира так все бликуют с этими лампами вот так ангел мира вот такая шикарная красивая девушка хотела показать поближе вам картинку но бликуют и никак не могу я показать вам лицо этой девушки так вот так вот вот посмотрите какое красивое лицо и к здесь проработка здесь все будет золоте писери но шикарный дизайн просто шикарный вот и то что у меня вышита на сегодня всего ничего считаю процесс активным хотя уже давно за него не бралась но буду обязательно вышивать его в течение года здесь прекрасные малахитовые вот сейчас оттенки я вышиваю зеленым и но с таким удовольствием вышиваю оторваться невозможно схема тоже простая берешь нитку полностью ее вышиваешь нет частой смены нитки по два по три крестика много металлика с одной стороны не очень комфортно с другой стороны интересно поработать чтобы было много много металлика вот мне кстати хотелось чтобы у меня был один процесс чтобы там было очень много металлика и попробовать посмотреть поиграться как это все будет вот случилась такая работа конечно есть сомнения на тот счет как будет вести себя металлик по стечению лет может быть он весь облезет и быстро потеряет все свои эти яркие краски пока вышиваю и не знаю вышиваю на нужно будет обязательно оформлять упаковывать чтобы не разрушались нитки на сегодня то что есть такой вот участок очень ярко красиво интересно работа будет масштабная до меня есть вот такой магнитик люблю эту лягушку царевну красавицу вот вышиваю на мурана это у нас 16 каунт такой цвет серо-стальной приятный не по ключу не не нашла по ключу но очень очень похож оттенок нужно еще понимать что здесь все таки засвеченная картинка поэтому как-то так я прикладывала нитки мне все понравилось вообще этому рано вот с такими разводами но с разводами мне не понравилось ему же тоже не понравилось мы посмотрели будет как-то хмура вот здесь как-то более чисто и солнечно поэтому вот так вышиваю я на чистой стороне мурана вот такой вот у меня здесь процесс так следующий процесс я думаю что некоторые мои подписчики узнали этот дизайн это у нас лаванда лавандр энд лейс один из старых дизайнов по-моему называется рождественское украшение как-то так мд24 если я не ошибаюсь но я вставлю картинку чтобы вам напомнить и какой-то дизайн давно мечтала об этом дизайне и вот в этом году в январе приступила вышивала всего несколько дней но с таким удовольствием я вышивал этот процесс вы себе просто не представляете схема легкая не часто смены нитки берешь одну нитку и вышиваешь вышиваешь основа у меня здесь все чудесно ну на мой взгляд я ее эту основу своих запасах держала для особенного дизайна вот и просто купила нам не очень понравилось и все думала что на ней выше цвет здесь очень деликатный и я не знаю как правильно передать им этот цвет и как описать его вот так вот скручу в рулон чтобы вы могли посмотреть этот оттенок не голубой не зеленый что-то между ними какой-то нежный нежный оттенок очень интересный здесь у меня 14 соответствует 14 аккаунту по по схеме по дизайну нужно было брать 16 но не нашлось у меня основа на 16 я вот эту основу очень хотел использовать пусть у меня будет чуть побольше она это не страшно я прикладывала ниточки все хорошо смотрится просто великолепно и повышевала всего несколько дней с огромным удовольствием вышивала просто кайфовала очень жалко что сейчас работа лежит в отложенных но я к ней вернусь планирую вернуться в октябре когда у нас закончится наш сп райский сад подведем итоги сделаем розыгрыш и с чистой совестью я смогу заняться двумя процессами которых давно мечтаю но вот видите как то все они у меня откладываются это будут зимние процессы вот это девушка рождественская и еще один процесс который я вам покажу чуть попозже я их буду вышивать вот именно зимой обязательно к ней вернусь прекрасный прекрасный дизайн все недостающие материалы докуплены бисер металлик все есть остается только собраться силами и приступить к вышивке ну вот что еще сказать здесь прекрасная разработка вышивается очень легко и крестики получаются ровненькие красивенькие и самое главное знаете вышивка идет в настроении как я сказала нет каких-то сложностей и что там нужно что-то постоянно менять нитку ну либо еще какие-то сложности вышивки здесь просто взял и вышиваешь и я точно знаю что получится великолепно получится очень красиво потому что эту красавицу вышивали и все замечательно вот такой вот у меня еще один процесс великолепный идем дальше следующий процесс приолис поцелуй от климта и известнейший дизайн даже вообще тут рассказывать нечего его часто вышивали это дизайн не только от реолис от дизайнеров бисери на мой взгляд это одна из великолепнейших разработок которая вышивки в оформленном виде смотрится очень интерьерная и классно у меня вышита материнская любовь уже давно и вот юля никак не дошьет пару чтобы оформить и место есть куда повесить я уже прям себе придумала как я буду делать оформление мне будет обязательно бархатное паспарту рама ну я уже в себе всего насочиняла будет золотой слип черно-бархатное паспарту ну и какая-нибудь тоже рама такая шикардосовая где бы еще найти музейное стекло не знаю что мне делать с оформлением у нас совсем здесь все плохо вот но я уже так мечтаю мечты тоже не помогают как-то хотя бы организовываться и продвигать наши вышивки вот то что у меня вышита на сегодня тут процентов 20 минут 25 максимум ну пусть 20 процентов скажем так грубо до вышивается легко приятно я обожаю вышивать шерстью 14 каунт простая схема вышивка шерстью все замечательно вот переключилась на другой процесс на другие процессы и происходит здесь у меня простой в работе планирую вернуться в этом году обязательно планирую конечно я не знаю как мне это все организовать найти время чтобы всему уделять свое внимание вышивать продвигать буду мечтать буду строить планы там уже будет видно что как будет получаться вообще конечно в этом году я хотела бы ее вышить чтобы оформить как я и сказала у меня есть местечко у меня уже есть мысли по оформлению не работай это именно нравится как интерьерная чтобы ее повесить ну вот нужно вышить нужно вышить причем вышивается она легко вот вот такая вот загвоздка прям не знаешь и что делать что первое братья вышивать может быть по осени к ней вернусь тоже буду потихоньку вышивать какой-нибудь сделал себе и два основных процесса тройку и тоже концу года как-то дошью вот ну видите как получается красиво я такое полотно монолитная тканная даже не скажу что вышивка вот так вот крестики коврик такой хороший я люблю риолис девочки люблю риолис люблю шерстяные ниточки это тоже конечно интересно повышевать и шерстью чтобы разные были материалы вот такой вот процесс идем дальше дальше есть у меня вот такой процесс начатыш начала и вот отложился никак не могу вернуться да хорошо что я снимаю это видео немножечко все посмотреть надо все мои процессы и составить какой-то более реальный план как это все вышивать это у нас набор фирмы анкор у нас анкор что есть что есть называется как-то сельский канал а вот он то сельский канал размер работы 25 на 31 сантиметр это на сложный дизайн вышивка на иди 16 аккаунта ниточками анкор вот такая красивая картинка должна получиться и смотрим что у меня здесь и есть конечно же помялась понятно лежит все в паке все в пакетах лежит стойка процессов на вот то что вышелось у меня на сегодня вот посмотрите такой вот уголочек с утками это дизайн очень сложный потому что здесь много три четвертых креста я сразу не поняла что их тут очень много и не заменила основу вышиваю на аиде а вообще под нужно было бы взять равномерку чтобы не сидеть и не колоть хотя я и с проколами справляюсь достаточно нормально мне нет каких-то сложностей ткань это все мягкие я прокалываю запросто я выполняю эти три четвертые креста но их конечно тяжело вылавливать нужно здесь вышивать не по цветам а как там либо парковка либо совсем небольшими участками потому что легко пропустить этот три четвертые креста и но потом возвращаться и закрепляться ради одной вот этой вот одного этого стежочка вот давайте еще раз вам покажу поближе посмотрим на уточки это все хорошо видно вот тут лапки так вот они ведь посмотрите вот видите тут все три четвертые креста вот они лапки вот это вот все в клюве в голове тоже есть но здесь уже сверху быксич и наверное не так будет видно и в траве здесь такая проработка детальная вот здесь вот видно видите вырисовывается голова 2 утки вот они видите как нити три четвертые крестика сочетаются как они дружат вот они видите вот такая здесь работа кропотливая много быксич а бы все здесь еще то удовольствие кто вышивал наборы анкор майя вот это вот как в серии в мая очень сложно достичь но меня это не остановит даже не надейтесь я вышью это дизайн причем у меня есть вся серия этих наборов все три набора поэтому я обязательно и буду вышивать ну да у меня растягиваются мои планы может сказать на пятилетку а что делать сколько хватает времени и опять же я рада тому что у меня получается здесь в этом дизайне много деталей шикарных посмотрите какие красивые дома с цветочками до хотели бы жить в таком доме лошадки тут пасутся вот тут парочка идет я все время смеюсь что это мы с мужем вот наша собака и мы приехали в деревню на прогулку здесь вот такая вот лодка на воздушной подушке и канал я немножко почитал об этом дизайне это действительно в англии есть такие деревни где пролегает канал и специально для этого были созданы вот такие лодочки чтобы можно было путешествовать по каналам лодка амфибия потому что она на воздушной подушке такая красота здесь нравится еще вот эти цветочки на общий дизайн шикарный лошадки вот кафешка мостик люди есть очень живо очень интересный дизайн поэтому в этом году скорее всего с ним не случится очень жаль вот следующем году он у меня будет прям в активных планах поэтому это не ну не такой долгострой с которым я не знаю что делать это именно тот процесс который будет вышиваться будет вышиваться вся серия просто вот в этом году у меня как бы ворвался совместный проект и очень много процессов подтянулась именно под проект поэтому какие-то ожидают не я зиму его не буду вышивать на зиму уже другие плана вот со следующего года 2022 будет у меня юбилейный год с вышивкой 10 лет с вышивкой буду вышивать вот этот красивый дизайн но и дай бог и все остальные три к нему так мы с вами посмотрели 10 процессов вот и себе их уже сюда записала 10 идем дальше вот я нашла такую папку я вам не показывал вообще организацию всех процессов чтобы не шуршать не не таскать все конверты а только на саму картинку и вышивку ну вот здесь у меня не вышивка но тоже процесс и я этот процесс обязательно буду вышивать выполнять в этом году это это вообще великолепный шикарный набор дизайн чаревна мыть вышивка лентами вот такие шикарные розы ну у меня все как всегда процесс должен отлежаться как хорошее вино чтобы к нему приступить и быстренько его завершить до начала этот процесс уже давно давайте же ткани найду покажу что я здесь начала я здесь заменила аиду на черный бархат у меня здесь уже что-то вылезло что-то не закрепилась так на черный бархат а потому что мне хотелось вот именно такого знаете плотного покрытия и чтобы на этой основе все эти ленточки вот так сверкали и блестели ну мне кажется мне удалось конечно по бархату работать сложно прокалывать прошивать и есть небольшой конечно страх приступить к вышивке крупных роз вышивки ну в сборке потому что они собираются здесь видите из трех цветов лент серединка по краю и потом совсем крайне лепесточки все это разные ленты нужно все это собирать все это нужно выкладывать процесс очень интересный я не могу сказать что мега сложный нет просто здесь это что-то новое нужно конечно посидеть постараться поработать вот и на схемка все можно это выполнить у меня практически завершена работа по выполнению тонких стебелей и листов вот и начала с правой стороны вот выкладываются сначала все стебли листья а потом сверху выкладываются розы блестит все вот так а потом выкладываются розы мне осталось чуть-чуть до выкладывать лепесточка вот этих вот бутоны создать и потом уже будут розы я в предвкушении я в предвкушении в этом году обязательно вернусь летом я думаю июнь июль август вот именно в летний месяц обязательно будут у меня розы буду выполнять этот процесс в сп райский сад не вышивка но тем не менее цветы обязательно он там будет участвовать вот такой вот очень интересный дизайн так лежит рядом под рукой и чуть не про него не забыла потому что уже складываю сверху процессы складываю складываю и сейчас смотрю думаю ну точно забуду надо сразу показать вот такой у меня еще и есть процесс начался в этом году это дименшинс у меня не оригинальный набор но с оригинальными нитками называется мать земля размер работы будет 41 на 28 сантиметров вот такая картинка должна получиться у нас старенький дизайн он уже как бы и забыт рукодельницами даже наверное схемы не было в интернете но сейчас где-то нашелся раритетный набор его купили и вот схема стала уже гулять по интернету мы же все быстро расходится но я покупала вот в сборке с оригинальными нитками не все гладко у меня с этим процессом потому что здесь есть нитки которые перетираются и рвутся и вот на первом этапе схема такая знаете откопированная тоже плохо видно видны там значки на первом этапе меня это все очень сильно подкосило настроение испортилось на вышивку но тем не менее потом снова делала подходы и я видите чуть-чуть я повышевал ну где-то здесь процентов 25 у меня вышито пока нет бэкстича я отложила эту работу потому что она была на станке у меня сейчас другого настроения я вышиваю на пальцах и снапах и пока станочек я убрала и вообще времени пока на эту работу нет но это не значит что я от нее отказываюсь конечно же нет она будет вышиваться вот когда не знаю на нее у меня планов пока нет но если в этом году руки не дадут но в следующем точно возьмусь это уже сто процентов поэтому процесс у меня в отложенных процесс в принципе любимый как бы сам процесс нелюбимый дизайн любимый процесс здесь для меня сложно но тем не менее я выше я и его победил потому что мне хочется увидеть всю эту красоту мне кажется будет просто шикарный великолепный дизайн вот вышивка нужно настроение да все меняется сейчас так думаю а завтра изменится настроение может быть я к нему опять вернусь и хотя бы сделаю пару подходов то там пару вечерков вот такая вот еще тут у меня красота так идем дальше процесс у него так в коробочке все здесь так аккуратненько здесь все аккуратненько просто в коробке она проще хранится никогда не мнется так следующий дизайн который у у меня в отложенных но это очень любимый дизайн просто с историей я их его давно хотела мечтала и вот какой-то удачи ко мне пришел этот набор приступила к вышивке но опять же потом что-то меня понесло в другую сторону и он у меня отложился но я к нему вернусь в октябре то именно те два процесса сто процентов запланированные которые будут вышиваться в зимний период это моя рождественская девушка от лаванды я вам показывала и вот этот второй это димы дименшинс и кастом кравц в моем дворике большой дизайн почти 50 на 36 сантиметров вот такие птички здесь должны у меня появится на еловой ветке кто-то говорит сложный ну я могу сказать что средняя сложность не такой уж он и сложный просто на все нужно время да не так здесь мне припарковано мульон поэтому не обращайте внимание на все вот это вот на лохматость это процесс вот это я вам показываю не всю основу вся основа видите она большая потому что работа будет большая ну вот вышитый участок помещается в кадр это самое главное посмотрите какая красота какие здесь какие шишки у меня есть одна шишка вот она посмотрите какие зеленые ниточки мой я обалдею от этой работы я бы уже сейчас к ней вернулась но у меня из п у меня другие процессы в очереди стоят тоже хотят вышиваться поэтому себя сдерживаю и зимой вернусь обязательно вернулась приступлю я прям уже в предвкушении как я натяну на остановке как я все себе организую вся ты буду вышивать я очень люблю этот дизайн кастом крас вообще очень люблю хотя вышиваю мало и редко и нужно как-то исправлять а как исправишь видите уже сколько всего поначинала значит это уже все это может нужно вышивать как получается все по настроению есть какой-то порыв мимолетные вдохновение открываешь набор и все а раз открыл и начал все он уже встраивается ко всем процессам вот любимый любимый процесс любимый дизайн будет вышиваться обязательно вышлица не в этом году в следующем но я бы хотела в этом году я бы хотела вернуться к нему вот именно в октябре и уже так знаете как засесть за него и вот и вышить его можно вышить за три месяца можно вышить вот такой вот еще у меня процесс так посмотрели мы активные текущие процессы теперь посмотрим мои долгостроить и процессы которые у меня зависли и не идут по той или иной причине и один из таких процессов зависших долгостроев это дизайн из магазина вышивай.ру от надежды антоновой по моему до одна из первых ее разработок не самых первых но из стареньких разработок очень удачных отшив великолепный и вот глядя на всю эту красоту восхищаясь я приобрела себе один набор и покупала именно набором с нитками все все вот с основа и полностью набор и вот то что у меня вышито на сегодня вот такой вот маленький кусочек фрагмент я буквально всего лишь подползла вот к этой третьей монетки что здесь у нас вот такой элемент к этому кругу и вот здесь вот так всего ничего вышито и вышивала я этот участок очень долго проблематично не могу для себя выработать здесь какую-то технику либо по цветам либо парковкой настолько идет часто смена нити что я вообще теряюсь при любой технике и наверное поэтому процесс у меня завис хотя в принципе картинка продолжает нравится но вот сил бороться с одиночками и просто нет вот видите не моё мне нужно что-то попроще средненький такой дизайн дизайн максимум там dimensions и нормально чтобы не сильно напрягаться вот здесь я уже как бы сломалась причем делала два подхода даже в сп включила думаю но в спину пну сто процентов выше в спе даже в спе не пошел вот и приоткрою вам завесу я буду его планировать на следующий год буду возвращаться к таким вот заряжавшимся процессом и ну что буду работать над собой буду работать над собой и стараться вышивать потому что ну выбрасывать нет расформировать нет нужно его попытаться вышить как-то нужно себя организовать настроиться вот главное настройся настроиться что вот вышиваю этот процесс нужно что-то как-то организовать по-другому и я думаю но я надеюсь что я смогу преодолеть если я уже с третьего подхода не преодоленную будет конечно не знаю что их буду делать тогда с этим набором нити здесь dimensions о dimensions дмс простите ниточки дмс хорошие всегда можно расформировать основа жесткая гадкая но здесь нужна жесткая потому что если вышивать в три сложения нити полукрестом будет перекос но вот здесь нет перекоса потому что основа такая здесь просто дубовая вот ну вот 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 больше мне нечего вам сказать по данному процессу лежит много лет будем надеяться что в следующем году все таки юля справится терпение друзья мои осталось совсем чуть-чуть я уже достаю такие знаете долгострои долгостройные которые много лет лежат томятся в моих шкафах о них помню только самые мои преданные подписчики я думаю что те преданные уже уже догадались какой я процесс сейчас открываю так это было еще книжечка но я не знаю где как картинка точно где-то она была не выбросилась но буду показывать частями все в кадр у меня не входит это утки мандаринки набор фирмы дом и крафт оригинальный набор с нанесенным здесь рисунком и вот знаете было нас время на youtube у нас же все мода приходит и уходит у нас была такая волна мы вышивали им нас нанесенными схемами на основу легкие быстрые процессы масштабные гигантские берешь все видно и вышиваешь этот процесс я покупала тоже вот упала него по моему подарили до представляете я уже забыла мне этот набор подарили мне у галина дарила с украины галочка привет да вот и я его брала как отдыхалочку вышивала в машине промежутках там обучение у меня было вот потому что процесс то легкий хоть и на масштабные но все-таки легко можно было вышивать и знаете я вышила достаточно много вот так вот посмотрите по чуть-чуть по чуть-чуть я вышивала вот до края тут я неудобно не вам показывать большая работа 60 на 40 размер да вот 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 где же край так надо сделать вот так бы я снова вам показать вот размер работы 60 на 40 вот то что вышито вот и в принципе практически половина работы у меня вышита осталось уже самое интересное утки утки их нужно до вышивать долго я не могла вернуться к этому процессу но опять же скажу что процесс мне нравится просто как-то знаете нас перед настроение переключилась на другие процессы но все как у всех что уже тут оправдываться вот что могу сказать на следующем году планирую его вышивать этот тот процесс который я вот поставлю себе в план как мои вот эти набор вот вышивайру сложные в поисках золота я буду тоже этот процесс вести к завершению но уже столько лет он лежит просто нельзя нужно его дошить покажу вам нитки нитки здесь у нас вот так на двух планшетках немножко не припутан запутались потому что ну столько лет лежат ну в принципе не в хорошем состоянии их много мягкие ниточки такие вот хорошие ниточки все есть все есть бери да вышивай ну что ж будем как-то планировать тоже организовываться не жалко этот процесс что он у меня так залежался вот я его вышью и подарю маме потому что они там стены голые не никуда некуда вешать а я как раз такая большая картина классно получится надеюсь краска здесь сойдет не будет каких-то проблем все отмоется и будет большая шикарная картина вот так еще один пакет тоже долгостройщик начатыш наборчики покупала в наших магазинах рукодельных у нас здесь в основном вышивают только скатерти на все такое прикладное вышивкой картин практически не занимаются но очень мало вот и у нас есть богатый выбор скатертей я себе две купила ни одно еще не вышло это вервака вот такой вот наборчик размер скатерти 80 на 80 сантиметров очень хорошее качество цветов немного и вот такой здесь смотрите яркий весенне-летний рисунок розы шикарно вообще шикарно материалы здесь великолепные скатер тоже вообще суперская участки под вышивку скорее всего соответствует десятому кауту и вот такое у меня начало прям вот с пальцем так и лежит и с иголкой представляете столько лет уже в чем проблема то что начала и как бы нет у меня навыков вышивать идеально изнанкой я как-то тут стала вышивать и смотрю но надо поучиться чтобы вышивать более аккуратно хотя и здесь в греции прям супер идеально изнанкой не вышивают как бы вот такая тоже и на считается нормально окей главное чтобы не было протяжек но у меня на тот момент этот момент очень сильно озадачил я призадумалась что надо как-то поаккуратнее поучиться повышевать что я не смогу что ли смогу вот и отложился тоже нужно его вышивать потому что как-то знаете но стыдно и неловко столько всего вышивая скатерти ни одной не вышила как так мне две прекрасной скатерти куплены материал великолепный именно скатерть все здесь края обработаны все хорошо серединка вот такая плотная просто по краешку берешь и вышиваешь не знаю может быть как-то им к и в этом году вернуться к этой скатерти но не смогу вернуть я же вижу сколько у меня уже процессов запланировано как вернул что-то мне тут телефоном выключился что-то прервалась вроде бы здесь вышивки немного но все равно посмотрите по по кругу всей скатерти вот такой вот рисунок вышивать немного все-таки вышивки много поэтому не знаю что буду делать но процесс любимый процесс мне этот очень нравится и я вы знаете вот в нем думаю постоянно но вернуться как-то не получается скажем на следующий год ладно на следующий год я думаю что это более реально хорошо себе все распланировать не распыляться выбрать все эти мои начатыши несчастные и их вышить вот у нас схемка здесь одного элемента идет я себе чертила определить где серединка чтобы правильно раз разместите розу в центре квадрата расцентрировать и вот так вот начала вышивать хочется вернуться хочется вернуться вышивка здесь что у нас три нити три нити ниточками дмс ниточек здесь у нас цветов немного но не так много посмотрите какая красота 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 яркие красивые сочные цвета так смотришь на все свои наборы сразу о них вспоминаешь и хочется вернуться и к тому и всему ко всему но что делать так еще один начатыш мой так смотрю есть картинка что у меня здесь нет картинки нет один из первых моих дизайнов это была была скачанная схема фирмы панна греческие вазы и у них два дизайна как бы в паре вот один я вышла сразу ко второму потом никак не смогла вернуться вернуться у меня был куплен на здесь кусок аиды она немножко мягковатая с такими дырочками ну не венгерская прям ну тоже такая мягковато вот и ну когда я вышила первый мой дизайн от фирмы панна первую работу соответственно я влюбилась в вышивку мне все понравилось и стала смотреть а что еще есть из вышивки ну и вы понимаете когда голодный добирается до еды тут уже все становится все очень плохо покупки начатыши процессы и вот так вот меня понесло понесло что вот парный уже десять лет никак не может вышиться ему пусть не 10 лет там лет 7 этому начатышу но уже вот прилично такой уже он прилично залежавшийся была здесь разметка я ее смыла но все равно желтые линии от разметки у меня где-то видны остались их в принципе не так видно они в глаза не вырастаются но где-то они есть вот на камеру наверное видно подсвечивает да видите такие вот как бы квадратики я думаю зашьется этого не будет видно но тем не менее вот вам маркеры с ними нужно быть очень очень осторожными как говорится глаз до глаз особенно с цветными основами вот что по поводу этого начатыша что тут можно сказать ну хотелось бы вот вообще вот я себе так думаю заглядывая немножечко в будущее открываю вам мои тайные мысли о чем я думаю с моими процессами мне бы хотелось в 2022 году вернуться вот именно к стареньким процессом моим долгостроем взять их и до вышивать это от сайта вышивая ру в поисках золото 2 это мои лутки мандаринки это скатерть и это вот этот процесс может быть вам будет конечно скучно смотреть на мои старенькие процессы но вы вот буду их расправлять и другими процессами но вот этих старичков хотелось бы до вышивать чтобы они просто не валялись не появились я знаю что я с ним сделаю в плане оформления это не просто будет вышитой в рулоны я знаю что куда у меня отправиться вот ну что откидываю взглядом еще в мои завалы что у меня осталось и подводим итоги ну и еще показываю вам отрез основы с небольшим количеством крестиков ставлю картинку это дизайн фирмы ланарты по моему называется пикник у меня был такой период жизни когда я практически не вышивала и и мне вот чего-то захотелось в тот момент когда не вышиваешь что делаешь смотришь дизайн и смотришь магазины интернет-магазины начинаешь в общем себя соблазнять различными картинками и был у меня такой порыв мне захотелось повышевать ланарты вот ихнюю серию там где пикник там где велосипеды вот их не старый дизайн великолепны и я схемку скачала распечатала не так сразу набрала и вот все что я тогда смогла вышить я тогда не вышивала наборов у меня уже нет мне нужно было что-то другое начать вот пожалуйста начала пока у меня нет совершенно настроение возвращаться к этому дизайну хотя здесь такая прекрасная основа я думал это линда но это скорее всего мурана я сейчас так понимаю очень приятный цвет снова по структуре шикарная но вот пока нет настроения возвращаться к этому дизайну хотела расформировать ну вот открыла посмотрела вместе с вами и все-таки мне жалко расформировать пока оставлю пусть еще полежит ничего страшного если нужно будет расформируем а может быть вернется у меня к этому дизайну настроение и я приступлю и буду его снова вышивать нитки все собраны и там и схема ну полностью идет укомплектованный этот дизайн поэтому пока скорее всего не буду расформировать дам ему шанс пусть полежит может быть и вышлется то что я уже расформировала у меня был начат дизайн от фирмы анкор пара зебр тоже вставлю фотографию расскажу почему расформировала потому что у меня изначально там неправильно было все собрано и хорошо что я его не начала вышивать потому что мне прислали оригинальную схему там основа идет не белая у меня была белая там нужно кофейная основа теперь у меня есть ключ в нитках анкора у меня был ключ я подбирала ну просто по цветам подбирала делал свой подбор там не по не совсем нет никакого соответствия поэтому полностью это все разобрала есть у меня оригинальная схема дизайн продолжает нравится ну я думаю что когда-нибудь я к нему вернусь вот это все мои начатыши мои процессы я надеюсь все надеюсь ничего не забыла потому что мои дорогие зрители все помнят все находят и у нас здесь ланарты ланарты пикник по моему итак что получается а получается у нас семнадцать семнадцать процессов семнадцать начатыши ну на самом деле и не так-то и много у девочек намного больше есть и двадцать и тридцать и сорок ну вот максимум что я видела сорок процессов до сорок начатыши поэтому моей 17 это еще ничего но у меня так у меня есть активные процессы которые вышиваются которые вышиваются начинаются новые я открываю наборы вышиваю быстро есть те которые как бы свеже надкусанные вот в этом году я их поначинал этом либо в прошлом и они просто лежат и долгострою с которыми нужно как бы реально работать ставят строить планы вот и с этими 17 тоже нужно конечно вести работу провести серьезную работу сесть расписать себе план как я буду вышивать в каком порядке что делать нужно как-то взять под контроль этот момент что у меня их столько много вот мои финиши в этом году уже то что я уже завершила ведь я все-таки работаю у меня уже 9 финишей есть есть здесь и маленькие работы есть и средний большие но вот 9 я уже выполнила так что процесс у меня идет планы с планами я тоже работаю каждый месяц в общем все зависит от времени есть время больше получается нет времени меньше получается тем не менее у меня мои вышивки продвигаются и этому очень рада надеюсь вы повышевали пишите ваше мнение пишите что вам больше понравилось из процессов какой у вас любимый процесс сколько у вас процессов мне очень интересно узнать вот у зрителей есть столько много процессов или это только мы блогеры поддаемся и начинаем столько много на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока мы сегодня в гостях на пикнике ну скажем так барбекю и хочу показать вам здесь саду вот такое красивое дерево это гранат дерево граната посмотрите какой пышный цвет очень много цветочков сейчас вечер может быть не очень камера передает оттенки но очень очень много цветочков я спросила что что у каждого плода будет у каждого цветка будет плод но мне сказать что нет цветет пышно но потом очень много сбрасывает цветов и ну сколько это будет плодов не очень много по цветению очень красивое дерево смотрите какое вот такие вот цветочки гранат завязывается видите там будет сладкий сочный гранат и логично и и и и и